здравствуйте здравствуйте пишите пишем опера сказал всех писать ну хорошо а я смотрю вы же андрей пол или иван полтава да андрей полтава здорово у вас какой-то вопрос был или так да нет вопросов у нас наш президент собрался вот в марте снова на на свой пост до основе на свой пост я бы да я бы хотел бы чтобы это конечно нереально никогда не будет я бы хотел чтобы он пришел соответственно издал указ или приказа выводе всех войск из украины чтобы мы все попросили друг друга прощения и чтобы у нас не было никаких границ и чтобы мы снова жили одной дружной большой семьей я хотел бы чтобы не было этого а то и выходим и не хотел чтобы не было этого русского мира который уничтожает и украинцев и русских вообще хотел бы чтобы не было войны и чтобы не было этой лживой пропаганды который отравляет мозги русским и украинцам чужой в четырнадцатом году это все не сказали не вышли ну потому что видите лично я был ватником только поймете в чем проблема все это все это правильно и здорово конечно ты лишь ты понимаешь конечно что это все фантастика никто такого не скажет и будет дальше уничтожать 300 лет уничтожали тут тебе на тебе вывести проблема в том что к вам начало доходить но возможно начало доходить не через то место не через мозг а через желудок вот это меня смущает и за то что на вас и за то что в холодильнике станут условный такой холодильник конечно же становится все меньше и меньше и свобод становится все меньше и меньше хоть сколько вы не кричите там что санкции не влияет она все равно влияет и вот только через это место вам начало доходить и вот это вот ну с одной стороны хорошо с другой стороны плохо поскольку как только вы станете сытые и богатые наберете опять силы и будете заниматься тем же самым будьте радостно махать правительству и кричать крым наши или там я не знаю аляска наш вам все равно но дело в том что слава богу ты меня дошло через голову мне те же самые украинцы помогли излечиться от ватного комплекса неполноценности имперской и то наоборот ватный комплекс он не полноценности он и партраф гипертрофированного я величия сомнительного величия конечно же если вообще взять всю социалку всю ту жизнь которая в россии она сейчас происходит те же самые коррупцию взять то же самое воровство взять отсутствие демократии отсутствие свободы слова то есть ну что хорошего вот в красноярске да вот делать я тут собственно проживаю что я говорю сразу открыто то есть мне скрывать нечего и я ничего не боюсь торговли стрейкс две основные отрасли которые развиваются сказать чтобы развивалось производство какие-то крупные инфраструктурные проект может быть кроме 4 моста как бы особо общество потребления судя по да конечно он у нас все крупные торгово-развлекательные центры там яблоку негде упасть особенно выходные дни то есть библиотеки пустые ну хотя ходит еще в тренажерные залы как бы это радует что как бы народ оздоравливается солдаты нужны крепкие конечно дает хотя что касаемо солдат то есть я думаю что у нас скоро все будет все очень просто с призыва на военную службу на контракт я так думаю что нам скоро уже в массовом порядке вот повестки рассылать по электронной почте и вдобавок еще в почтовый ящик кидать повестки не придешь сразу судя по тому курсу который взял путин и он его и продолжит дальше солдат понадобится много даже если не воевать то охранять периметр а получается паранойя наш будет нарастать также как в ссср опять эти погран заставы там секретные части сейчас вот выделяет министерство обороны на строительство новых объектов так что конечно да это будет приоритетно вообще одна часть населения пойдет на войска а вторая часть будет за недорого работать на армию ну я вспоминаю сервис будет ходить их голодные ну таки полуголодные но счастливы о том что потому что где-то в это время америка америка вообще разваливается и доллар уже наконец-то начинает падать андрей вы гусдолг сша видели вот да 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 я думаю будет единственное табло который вместо телевизора который будет постоянно показывать этот долг который растет прямо на на рабочем месте где ты будешь за токарным станком двадцатого года выпуска прошлого столетия точить точить деталь такую какую-нибудь и вот ты будешь постоянно время от времени зыркать а про проклятые америкосы таким все хуже и хуже вам блин а то что этот госдолг можно списать одной кнопкой об этом почему-то никто не задумался то есть есть долг любой жкх электроэнергия платежи внебюджетные фонды ты можешь нажать на кнопку все долго нет что толку того что он есть если доллар это все равно ничем не обеспечен абсолютно ничем кто кому должен госдолг сша перед кем у тебя спрашиваю вот републики перед кем долг никто мне может внятного ответа дать госдолг сша значит госдолг сша ну на самом деле там было объяснение что у развитых стран у них большой государственный долг именно из-за вот этой межгосударственной торговли там и всего остального это это такая штука которую постоянно показывают у самых бедных стран у них нету долга потому что у них у самих денег нету и как бы это если бы рубли свободно ходили по всему миру как доллар туда у россии был бы тоже долг поскольку она выпускает деньги для внешнего как бы и эти деньги должны быть обеспечены в ее экономике чем-то правильно соответственно это как бы она ну там там целый это целая система это в общем это главное знать что он большой вот все для россияне это самое важное кстати ты слышал что американцы хотели сделать спутники которые будут транслировать бесплатный вай фай россия собирается их сбивать я в этом по крайней мере принимать участие не буду но опосредованно мне придется поднимать участие потому что мы все платим налоги эти замечают ли 13 процентов который федеральный бюджет так что посредо на судя по всему я буду в этом принимать не по средство после опосредованное участие конечно конечно за твои денег и а но скоро все скоро будет нормально вы не будете платить налоги поскольку не зарплаты будет я думаю будет карточная система или трудодни как было уже поэтому советский bitcoin да 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 1 1 bitcoin 1 криптовалюта собираюсь целый год и потом меняешь на мешок пшеницы там там вторник вт 05 палочку поставил зачеркнули ср 03 палочку зачеркнули все потом идешь магазин туда не меняешь там на хлеб наказать и правда что у вас за bitcoin сажают но эта информация противоречивая я видел прям я видос видел где там вот конвертационный центр люди там продавали перепродавали криптовалюту и там на пол положили короче компьютеры изъяли вы знаете пан полтавченко я к биткоину отношусь противоречиво это как у тебя его нет да у меня это знаешь это трудно как вот любимая фраза жванецкого что трудно спорить о вкусе устриц с теми кто их ел ну да понимаешь так вот я их ел биткоины они у меня есть и я сильно переживаю о том что я не слил их вовремя у меня немного у меня там даже не целый биткоина чуть-чуть и я уже потерял на нем довольно большую сумму но я я держусь пока не продаю посмотрите андрей как бы если рассуждать за цифровую валюту первое у резервной валюты да есть что эмиссионный центр то есть номинал это лохотрон я я в это я не говорю что лохотрон не не я тебе говорю что это лохотрон он рано или поздно упадет вполне возможно потому что он он держится только за счет постоянного роста это обычная ммм система тоже точно в конце концов в один прекрасный день я очень просто надеюсь что это не тот день когда я про ты чел сейчас его время продать останутся люди с 0 с какими-то циферками в интернете и у себя на телефонах и останутся с этим мильму миллионом горевших карт видео и вот этих специальных компьютеров для майнинга этих биткоинов которые они вложили тысячи долларов продали квартиры взяли кредит у меня у меня есть подорванные друзья такие которые он сейчас майнит пока ехал этот майнер их они думали будут майнить 300 долларов в день на каждом сейчас я не знаю там хоть два доллара майнят за день или или нет что касается майнинга криптовалюты там же нужны получается видеокарты да не 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 в на видеокартах это майнят лохи я про ну я же как продвинутый тебе уже пользователь уши 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 мои были уже не на не на видеокартах лохи я тебе говорю то на лаве карта это есть уже специальные компьютеры которые никакой другой функции не могут выполнять кроме как майнить определенные валюты ты наверное не слышал об этом и они стоят там тысячи долларов их вот закупает ставят в пул и не там шарашен видеокарты это не то вообще если получается брать внешнеполитическую ситуацию которая происходит мое видение такое мое видение ситуации я конечно свои слова могу пострадать потому что у вас канал публично его посмотрят десятки тысяч все-таки свою позицию скажу потому что надоело уже бояться что касается юго-востока украины я считаю что там есть российские войска там так называемые отпускники ну и может быть какая-то часть еще действительно лояльных россии то есть местных жителей это единственная армия вообще стран россии единственная страна которая в отпуск отпускает своих военных вместе с техникой оружием да то есть вот это все луганская возьми танк с собой там просто его негде ставить такой то ну вы задолбали я запарился заправлять бензин дорожает каждый день на 10 копеек как мне тут сказали так он не бензином дизелем тут таки дизель дорожать не все забирай езжай все год на тебе числится и все и вот так у вас выглядит человек все поехал домой со своим танком или или со своим этим там бт я вообще считаю что дуратино и к восток украина это юго-восток украины то есть это украинская территория что касается крыма то есть я не могу ничего сказать я не понимаю даже учитывая то что разбираюсь политики не знаю что с ним делать я не знаю как решить эту проблему вот он не знаю что делать с одной стороны если просто крым отдать тут вообще это позор россии то есть столько денег миллиардов бухали столько людей погибло мне не смотри это интересно выглядит большего позора что вы его украли уже не будет это у вас сейчас такие сомнения такие украл кошелек блин как же теперь я же украл кошелек как же живете передать неудобно давай давай хоть аналогичная ситуация и третий момент нужно как можно быстрее восстановить прежние внешне экономические связи то есть украинские компании они получаются и приходят на рынок россии а российские компании приходят на рынок украины то есть чтобы обоюдно все такой своеобразный и пришли на рынок никого нет у вас постояли и пошли дальше это почему вот банк которого же есть как называется приватбанк да вот приватбанк у него было отделение же в лепестке было вы уже разоджали систему россии в крыму вы хотите еще раз ее отжать да уже лаки не пойдут на это дело такое второй раз ты просто я вижу что ты хочешь как бы наладить контакты все остальное ты понимаешь что настолько разрушены контакты и настолько имидж уничтожен он он сейчас ничтожен россии россия вот вы все время не понимаете вопроса же не в том влияют сансы или нет на вас это сам факт того что вы изгои просто нет ни одна компания не будет вести с вами бизнес поскольку сегодня надо построить завода завтра вы его отожмете экспортируйте согласен стыдами да то есть это просто ты лишь какой и какие рыночные отношения у нас раньше ты думаешь были рыночные отношения постоянно россия играла в свои войны это постоянно то вас там сыр не такой то еще что-то я не устаю повторять когда есть видео на вашем молокозаводе когда на сыр заводе когда пацаны голышом купаются в чане с молоком блины потом вы едите сыр слабковыми волосами то это нормальный сыр а когда наш прекрасный сыр то он что что-то с ним не так может вам изюминки не хватало конечно и так ли все и так что вам продавать что у вас что-то купить это же невозможно так же как газ вы же устраивали вот этот цирк с поднятием цены и мы вам участвуем отключает торжественно там и россия все браво браво вот хохла надо ключи часа пойду дрова подкину и посмотрю как дальше будут отключать газ украине 60 процентов населения россии не обеспечены газом ты знаешь об этом конечно я все я все цифры замечательно путинского режима знаю и вся эта стабильность потому что цифра не понимаете андрей они отрезвляют все эти данные в циума счетной палаты левада центр они все вот перед перед нами и эти цифры они абсолютно не обнадеживают при изучении этих цифр только грусть печаль тоска и он это прекрасно это это хорошо что с одной стороны плохо для вас и хорошо для остальной части населения россии которая имеет час плохое образование и для них эти все цифры вообще за эти цифры уже скоро знаете как раньше за рубль давали 30 рублей как за рубль за 60 рублей давали 1 доллар а скоро буду давать в морду вот так и за ваши цифры как только вы начнете называть вот а толпа которая плохо образованная и для которых цифры это что-то какая-то сатанистская хрень но мне нужно серьезно цифры им зомбоящик я жарю я вот я общаюсь с кем-нибудь и говорю но смотри ну тут есть на сайте там на вашем российском даже точка ру есть информация вашего статистики вот такой то что у вас нету туалетов даже теплых туалетов нету водой не обеспечен это ты все врешь это ваш поганый украинский интернет а еще и бандеровская и все какие цифры кого они отрезвляют это все придумали враги да и такой момент нужно сделать так вот давайте своим представим андрей что мы завтра просыпаемся и россии больше нет нет россия должна остаться в том варианте зачем нет россия должна до развалиться россии то я повторяю я развалившийся ссср такая полезная территория она не нужна полезная я не договорил я бы хотел бы чтобы больше не было антитеррористической операции чтобы ни один украинский парень больше не погиб чтобы все украинские военнослужащие войскослужбовцы вернулись к себе домой к своим мамам к своим дочерям получается к своим родственникам я хотел бы лично от себя всех военнослужащих не только военнослужащих да еще граждан украины попросить прощения мне стыдно но к сожалению данный момент лично я и такие как я мы ничего сделать не можем потому что от нас отворачиваем я от нас отворачиваются даже родственники настрают и поэтому как-то печально все но ничего сделать мы не можем поэтому я бы хотел бы что вот было так как я сказал что мы зато сами проснулись и чтобы все чтобы все это адекватные в россии чтобы не все все сели на свои бтр и сели на брдм и на танки и все и пара и маршем в расположении части так тут есть одно но это все прекрасно так почему ты не желаешь что того же самого российским отпускникам потому что получается как-то украинская армия должна уехать с украинской территории куда-то не пойми куда я напоминаю что луганская донецкая луганский донецк это украинские города и прилегающие к ним территории поэтому украинцы вообще никуда не должны туда ехать и никакие военные на своих танках и бордемах они должны наоборот продвинуться вперед и восстановить контроль между украин украина китайской границей это выше спорная территория сейчас находитесь между украиной и китаем и все я пошутил сейчас а тут и так завтыкал я хочу 3 конечно между украина российская граница которая на руку который сейчас не под контролем украины вы знаете я здесь данном моменте я не разделяю ваших взглядов я считаю что россия должна быть в тех границах которых она есть сейчас это моя позиция то мое мнение на остается неизменно то есть крыма вместе и стране из луганска из лнр днр это вот это всех вот захарченко плотницких забирайте себе все вот эту луганде днр лнр забирайте себе с крымом и повторяющий раз нужно что-то делать что-то и не могу ничего сказать что я реально не понимаю не знаю но россия должна остаться в тех границах которых это у нас очень много проблем до то руководство который занимает должности она как сказать должно быть другое руководство вот может быть новый путин займет место старого путина и у вас что-то поменяется вдруг у человек такой блин сядет ё-моё ну дается шанс меня к и насколько можно уже страну загнал под санкции развалил экономику умирая столько людей блин а потом только думаю то чё я классно все идет погнали на следующий срок давайте еще на аляску нападем в общем руководство я думаю что должно смениться и должны прийти люди которые действительно будут беспокоиться о людях о простых людях которые живут откуда они возьмутся скажи вот эти люди мифические которые должны прийти если адекватные люди не могут не выучиться не занять никаких политических не участвует политической жизни не даже какую-то маленькую там оппозиционную партию не могут создать и поддержать там навального о чем ты говоришь откуда и возьмутся эти мифические люди из той же системы нифига ну да наша дать и наша российская партия регио регионов нам уже тоже порядка моста чертила вот и я об этом нам наши партии тоже честно ряда чертели все которые есть и вот задают вопрос что там вот давай там иди в депутаты вступают какую-то партию там вот я не хочу этого понимаешь если что-то начинать то нужно начинать это новое с новыми людьми и делать это с чистого листа а не перекрашивать в очередной раз как у нас была партия рыгов стал оппозиционный блок или еще как-то остановитесь уже заниматься но я бы хотел бы чтобы в россии сменилась модель экономики то есть новая индустриализация упор получается на развитие крестьянских фермерских хозяйств на сельское хозяйство а индустриализация том числе в малых городах поселка городского типа развитие сел должно быть снижение ставки рефинансирования центрального банка то есть это ставка должна быть 3-4 процента до что можно было людям давать ипотеку по 5-6 процентов кредиты бизнесу дешевые получается крупный капитал точнее крупный бизнес львиная доля крупного бизнеса должна быть выведена из офшоров должна быть перерегистрирована там где непосредственно есть предприятие если есть какой-то крупный металлургический комбинат например где-то находится он там где-нибудь там под оренбургом то значит он там должен быть и зарегистрирован только там должен быть и фактический юридический адрес что еще упразднить партию единая россия это сто процентов начать люстрацию против партийных функционеров этой замечательной партии это сто процентов они не сделали ничего хорошего я не вижу ничего хорошего кроме имиджевых проектов кроме универсиады кроме чемпионата мира кроме еще что-то одни пропаганда и какие-то имиджи и проекта а чтобы не сделали что-то полезного хорошего для людей я не вижу то есть это если они что-то делают то это все так вот пересекается идет параллель с пиаром вот они делают и конечно же коррупция снижать уровень коррупции потому что победить коррупцию как явление не получится можно только снизить то есть вот взять так и так вот взять и планку опустить а чтобы это сделать уже начиная с если что коррупция то не модно что коррупция то плохо потому что взрослым людям уже которые сидят в кабинетах облеченных в власти им уже ничего не сделаешь не докажешь и никак не переубедишь не перевоспитаешь расстрелами заниматься тоже не вариант у нас население так сокращается без расстрелов начинать ясли детский сад школы институт среди специально учены заведения вузы что коррупция это плохо что-то не модно что это не в порядке вещей то есть такую контр пропаганду делать против коррупции вот как то так дело в том что с коррупцией такими методами бороться это до одного места поскольку внушением то есть ты предлагаешь говорить ребенку понимаешь брать 100 тысяч долларов взятки плохо хорошо работать на 10 тысяч рублей ну понимаете андрей может быть я и у меня взгляд наивный не должны вне-не-не-не ну ты все правильно речь но ты не договариваешь должна быть законодательная база должны быть жесткие жесткие ну у вас даже нету жесткое законодательство по отношению к этим должен быть контроль общества за этим за всем потому что у вас у чувака у которого нашли напомни 18 миллиардов рублей наличие захарченко вот полковник захарченко теперь говорят что он выиграл это всем онлайн казино но вообще вазал за дураков держат полный да и народ народ все прохо ну а но если в казино то конечно чё а почему бы не сложить в одной комнате нормально все вот и за то что общество позволяет соответственно такой результат ну и что еще нужно сделать отменить полностью платон пересмотреть оппозицию в отношении больших грузов то есть это и акциз и топлива и платон полностью отменить капитальный ремонт не там же проблема не столько саму нет ни о том что платон в принципе система нормальная там проблема в том что с переводчика берется три раза налог и в топливе и платон еще что то то есть идея какая была чем больше ты ездишь тем больше ты платишь это уже заложено в топливе так как и в украине кто мало ездит ну ну то есть ты в ты налог раньше мы платили ежегодно допустим налог за там на строительство дороги на все остальное но это было как бы не совсем правильно потому что у дедушки там какой-то запорожец стоит и он на нем два раза в месяц выезжает на дачу с бабушкой и какой-нибудь мэрс который носится по всей украине и убивает дороги своими колесами сейчас это заложено в топлива и это правильно я считаю но у вас идет обложение в топлива платон и еще потом сверху какие-то там я так понимаю налоги платят поэтому цена за перевозки вас бешеный просто памяти были бы и дороги еще то есть если бы эти средства которые аккумулируются с помощью платона шли на развитие магистрали автобанов федеральных дорог до которые соединяли бы полностью все бы регионы может быть тогда бы никто бы не бастовал но мы не знаем источник куда эти все финансовые потоки идут вот этот рубль который был вложен в платон вот как и вот его вот этот прогресс никто не знает нормально все чуваки там вот так три дорожки и все 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 пошло вот в основном то против в дальнобойщики этого и бастуют а понятное дело что они с прибыли они не будут себе ущеблять они просто возьмут потом включат в своих тариф на перевозки они включают тарифы перевозки соответственно растут цены в магазинах растут цены в магазинах соответственно пара и падает уровень жизнь опять же опять же когда бастовали эти ваши дальнобойщики их общество не поддержал и общество наоборот говорила вот придумали ты смотри какие хитрые не хотят платить налоги и не и опять же за то что общество такое какое но есть она инфантильная но не понимает что все перевозки стоимость перевозки ложится на стоимость продукции продукция будет дорожать но народ уж народ не врубается их не поддержали тогда я помню каких там ловили останавливали там тракториста там еще ваших каких-то все опять ваше общество пока общество не осознает она не осознает ну она осознает но когда уже будет очень поздно очень поздно и тогда вообще уже хайки закручиваются постоянно у вас пакет яровой там еще что-то еще что-то и они же смотрят они вводят пакет 1 смотрят нет реакции от общества хорошо можно можно жестче делать можно разгонять давить танками все что хочешь делать лишь бы не было войны или еще чего-нибудь придумать поэтому я не знаю я но это все все что нужно сделать это все ты правильно говоришь но реальность воплощение этого в но этих идей в но в реальность это я мне кажется очень маловероятно вот то что ты говоришь это подходит для украины этот план поскольку украина еще не слила полностью свои свободы политические экономические и человеческие свободы вы слили уже практически все поэтому я ну я не знаю может вам конечно изнутри виднее кажется что это все реально но я не вижу не вижу пока этого ну в общем россия должна совершить стремительный рывок за три года общество должно измениться и сырьевой и сырьевой экономики в постиндустриальную инновационную экономику если этого не будет нефть и газ к сожалению не безграничны то есть мне бы от них мы мне может быть моим детям еще хватит вот этих вот природных богатств что будет дальше то есть внуки и правнуки это будет очень не понимаю причем ты к вашим запасам вообще нефтяным что это ты потому что за путина запасы какие-то виды имеешь я вам не устаю повторять львиная доля федерального прормируется за счет продажи природных ресурсов вам нужно привыкнуть к мысли что так же как и нефть и газ это являются ресурсы вы такие же ресурсы только человеческие по-другому вас никто не раз не рассматривает забудьте лозунг там газ до стоять как газпром достояния россии или как там у вас это или народ народное достояние что-то такое забудьте вас уже давно считают таким же сырьем как если у вас будет слишком много вас ну если не будет чем кормить сделаешь у вас будет меньше сейчас вот произошла авария вчера с выбросом челябинске рутение все все что же опять же общество все съела в буквальном смысле глотнула даже многие через полгода все это вылезет онкозаболевание просто начнут вымирать и тихонько тихонько вымирать и все это просто они сейчас проверят все нормально вот регион все равно он был бесполезный это челябинский сейчас там людей станет меньше и потом в любой момент вас сократят поголовье и все вас так много не нужно пойми также как в крыму не нужно вот все население которое там раньше зарабатывала на сдачи в аренду всем остальном не нужно на военной базе такое количество штатских поэтому нужно выжить выдавить и все так и с россией легче кормить и понимаешь прокормить во всех ну вы не нужны столько ой ладно это можно бесконечно все обсуждать спасибо тебе внутри ты не против что я выложу если против я не буду выкладывать узнать и раз уж я решил завести сами разговор зная кто вы такой и зачем вы ведете выкладывайте разговор и будет что будет я свои позиции не отказываюсь потому что я хочу чтобы лучше и вам и нам тем более у меня украинские корни у самого кто бы сомневался действительно самом деле так моя прабабушка то есть по моей маме моя бабушка она из украины с красного лимона я просто это неоднократно высказывал такую мысль что кто те кто более-менее адекватно из россии это имеют украинские корни это просто еще раз подтверждение моих слов хорошо спасибо тебе в общем тогда ставьте лайки пишите комментарии что вы думаете о том что сказал этот редкий представитель российского общества который хочет что-то хорошего для своей страны слышите все ставим лайки доставьте лайки за такое окончание давайте всем удачи пока